Всем привет, друзья! Буквально несколько часов отделяет нас от нового 2022 года. Пока вот у меня там жена нарезает салатик и готовит тортик, я благородно сказал, что мне необходимо срочно работать. Отправился снимать видосик новый, монтировать его и выкладывать. Салат это не мое, так что нет. Есть могу, готовить не люблю, хотя умею. Итак, друзья, 2021 год, подводим итоги. Это был тяжелый год, нам выпали сложные испытания. Ну ладно, на самом деле нет, все было хорошо. Ну практически все. Если объективно посмотреть на то, как для реконструкции, для Тренахи, например, конкретно для нашего клуба прошел 2021 год, то можно сказать, что сезон был отличный, поездили хорошо, фотографии клевые, видосики клевые привезли. Именно ради этого мы и ездим. Сделали новую реконсу, записали новые видосы, для того, чтобы развивать и рассказывать о своей эпохе. Конечно, огромную трату мы понесли, потеряв Ральфа. Безусловно, это, наверное, тот момент, из-за которого в 2001 год стоит вспоминать с грустью. Но в остальном, объективно, у нас был хороший сезон, у нас были отличные выезды, мы продолжаем развивать свою любимую Тренаху. В перспективе я очень надеюсь, что выйдет и у меня развить канал, и показывать как можно больше новых лекций, видео. Потихонечку набираем обороты. Ребята приезжают, записываются. Мы ждем из Юден Вега очередной видос. Я надеюсь, что мы его на праздниках запишем, на праздниках выложим. Еще на очереди несколько видео не смонтированных. Мы, например, даже еще с Пашей Себряковым, с Полем из 13-го командора, записали еще летом 2 часа видео. Но вот так дела закрутились, что до сих пор его не собрал. Хотя оно все еще актуально. Кое-что я там вырежу, не нужно уже. А остальное все оставлю. И там действительно очень интересная беседа о их клубе, о том, как 13-я командория проходила свое становление. Вот. Что им можно еще сказать? Впереди у нас 2022 год. Скорее всего, он будет похож по ограничениям, отменам мероприятий на этот, 2021-й. С одной стороны, это грустно. С другой стороны, мы объективно можем заняться тем, чтобы развивать небольшие мероприятия, локальные по своей эпохе, и максимально использовать ресурсы и площадки парков живой истории. Помните главное правило, что если нет фестиваля на вашу эпоху, нет мероприятия, которое лично вам интересно, организуйте его сами. Мероприятие даже на 2, 3, 4, 5 человек может быть гораздо интереснее, чем большой фестиваль, если оно интересно лично вам, проводится с какой-то конкретной идеей, и отражает ту вашу реконструкцию, которая у вас в голове. Это нормально, это интересно, это весело. Конечно, если будут большие мероприятия по 13 веку, обязательно приезжайте, показывайте то, что вы сделали за последние 2-3 года, шейте новые костюмы, участвуйте в боях, в мирных мероприятиях, показывайте мастер-классы. Не стесняйтесь рассказывать о своем хобби, это всегда здорово, круто и интересно. Ну что ж, сейчас мне остается только поздравить вас с наступающим 2022 годом. Если вы уже отмечали Рождество, еще раз поздравляю, если вы еще не отмечали Рождество, то и с ним, с наступающим Рождеством. В перспективе, я надеюсь, что в следующий год каждому из вас принесет новые впечатления, новые эмоции, и самое главное, наконец-то, ну давайте понадеемся на то, что устаканится эта ситуация с чумой, и мы сможем снова активно встречаться, ездить в разные регионы, разные страны, проводить мероприятия, и заниматься нашим любимым хобби. В первую очередь, любое хобби – это люди, это встречи, и перспектива того, что ты можешь встретиться со своими друзьями хотя бы раз в год, и показать, что ты сделал в этом хобби, немножко похвастаться, или чему-то научиться у своих коллег. С наступающим 2022 годом! Пусть все у нас будет хорошо! Помните тех, кто нас покинул, и не забывайте о том, что впереди нас ждет только новое интересное будущее. С Новым Годом! С вами был Вальтер, Клуб Исторической Реконструкции и Фехтования. Фламандцы. Всех еще раз с Новым Годом! С Новым Годом!